Последний звонок прозвучал сегодня для более двух с половиной тысяч ярославских выпускников. Во всех городских школах прошли торжественные линейки. Яна Хромова побывала в 86-м лицее и в своей родной школе, которую заканчивала много лет назад. Белые фартуки и торжественные костюмы. Выпускники 86-го лицея не стали отступать от традиций празднования. Последний звонок здесь прозвучал для 87 учеников. Это был потрясающий опыт для меня. Школа дала мне достаточно много друзей. Я очень рад. Конечно, некоторые уроки особенно выделялись. Эти эмоции и воспоминания останутся со мной навсегда. И самое главное, что я получила здесь, это отличное обучение. Учителя преподавали просто изумительно. Среди выпускников этого года 11 медалистов. Рекорд последней пятилетки. Два призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады по физике и технологии. Два победителя проектного тура Международной олимпиады фундаментальных наук в Казани. Трое победителей межрегиональной конференции Московского государственного строительного университета. Это выпуск в первую очередь больших интеллектуалов. Именно благодаря им лицей опять вошел в топ 500 лучших школ Российской Федерации. И в 100 лучших школ индустриально-технологического профиля. Гостем этой торжественной линейки стал мэр Владимир Слепцов. Самое главное это то, чтобы вы оставались людьми. Не забывали лицей педагогов, не забывали лицей. Помнили, что это самые лучшие годы. Среди пожеланий удача на экзаменах и хороший выбор дальнейшего пути. Лучше в родном городе. Настолько завидую. Ребята совсем другого уровня. Интеллектуально, конечно, они гораздо более подготовлены. В 36-й школе свои талантливые выпускники. Танцоры, победители регионального тура интеллектуальной игры, умники и умницы, спортсмены. Последние сегодня получили значки ГТО из рук главы Ярославля. Владимир Слепцов не мог не побывать в родной школе. По традиции букет бывшему классному руководителю. Анна Алексеевна Нефедова, легенда 36-й. 58 лет преподает химию. Выпустила 11 классов. Всех помню, со всеми встречаюсь и от них слышу только слова благодарности. Это очень радует, вдохновляет и хочется работать вечно. Последний звонок сегодня прозвучал для 2611-ти классников. Дальше короткая передышка, а в понедельник первые ЕГЭ. Яна Хромова, Максим Сушанов, Новости города.